А всем привет ребят, с вами снова Лёха и сегодня ко мне в руки попал чёрный холст, сразу же с завода чёрный. У меня впервые такая штука, поэтому сегодня мы будем на нём рисовать кислотного огурчика Рика в виде игральной карты. Сразу скажу, этот заказ и идея почти полностью заказчица. Также ребят, пожалуйста, на данный момент поставь лайк, подпишись на канал, напиши любой комментарий, тыкни колокольчик, а я погнал. И да, сегодня я отвечу на ваши вопросики. Просто на канале уже как бы 75 тысяч, осталось всего 25 и будет эта заветная сотка. Ладно, погнали, вопросы. Первым и, наверное, самым частым вопросом от олдов этого канала, потому что раньше-то я тут на скейтборде катался, был вопрос, почему я забросил доску и в пользу ли рисование это было. Ребят, забросил я доску из-за травмы. В 2018 году я не очень так интересно приземлился на жопу, поэтому у меня сейчас проблемы с бедренным суставом. Благо сейчас я хотя бы нормально более-менее хожу, нормально более-менее сижу. Но когда это произошло, я сидел за компом и у меня просто в течение 10 минут было какое-то странное ощущение. Типа я такой сижу, думаю, что происходит. Встаю, выхожу покурить и понимаю, что я не чувствую полностью левую ногу. И вот как-то так из-за этого я немного и забросил доску. Мне элементарно больно щелкать, мне элементарно больно приземлять трюки. Поэтому сейчас Леша включает только круизмод и ездит на рыбе по городу, ничего не делая, потому что все-таки больно и как-то здоровье мое, ну, все-таки поважнее, чем снимать ролики с трюками на скейтборде, да. А, следующий вопросик, это уже чаще всего спрашивают люди из ТикТок. Как ты начал замечать, школьники покопают холсты, акриловые краски и кость под тебя. Юзают твои фоны, фишки, как я к этому отношусь. Ну, ребят, я уже миллион раз на это отвечал. Я никак к этому не отношусь. Пусть делают, что хотят. Они мне не конкуренты, я им не конкурент. Поверь, если человек захочет получить действительно качественную, прикольную работу, он пойдет ко мне. Если он захочет получить что-то типа, похожее на меня, но за 500 рублей, он пойдет к этим челикам. Мне без разницы, что они там рисуют, продают или не продают. Делайте, что хотите. Меня отмечают, наверное, десятки, сотни раз в неделю под этими вот всеми челиками. Я такой сижу типа, да, мне так интересно, блин. Так вот, да, конечно, круто. Нет, ребят, мне абсолютно без разницы. Пусть делают, что хотят. Может быть, рано или поздно поймут, что набирать подписчиков на том, что ты просто криво пытаешься стырить картинки чувака, который просто популярнее тебя, и набрать на этом себе хоть что-то, что это не прикольно. Ну, может, когда подрастут, поймут. Может, из них получится прикольные действительно ребята, которые будут обладать своим стилем, своими фишками, своими приколами. Но на данный момент пусть делают, что хотят. Мне как-то без разницы. У меня клиенты есть, и мне как бы хватает. Со скольки лет начал рисовать, и остались ли у тебя рисунки из детства? Так, по поводу рисунков из детства сразу говорю, вроде бы нет. Рисовать именно в плане того, что я считаю, что это моя работа, я начал в 2019 году, когда купил себе первый графический планшет. Это было 1 января, я поехал прям 1 января в ДНС, и купил себе за 4000 XP-Pen G640, который как бы на Алике стоил полторуху. Но, как бы вот, я очень сильно хотел графический планшет себе тогда, поэтому я его купил. А вообще, в принципе, рисовать как-то более осознанно я начал в 2013 году где-то в конце. Или в начале... Не, ну, все-таки в конце 2013 года я начал рисовать буковки, я начал немного потихоньку знакомиться с чуваками из граффити-тусовки в железке. И такой, типа, йоу, пацаны, привет, я рисую буковки. А тогда уже чуваки были, которые в натуре делают очень стильные крутые шрифты, очень прикольные работы. И я такой, оу, я когда-нибудь, наверное, смогу такое научиться. Ну, а что-то, в принципе, меня как-то граффити немного разочаровало, что ли. И я такой, ну, ладно, буду пытаться рисовать персонажей, буду пытаться рисовать челиков. Потом я почему-то начал рисовать просто там аниме персонажей и всяких персонажей из сериалов, мультиков. Ну, наверное, это потому, что заходило и как бы... Ну, извините, все хотят набрать аудитории, и когда у тебя есть, в принципе, какой-то свой общий стиль оформления работы, то почему бы не порисовать других персонажей для разнообразия? При этом часто мне говорят люди, что вот, да какой ты художник, у тебя нет ничего индивидуального. Ну, таким людям я могу говорить одно. Ребят, паблик ВКонтакте смотрите, смотрите Инстаграм, смотрите некоторые ролики на Ютубе. У меня полно своих собственных дизайнов, я просто их как-то не очень сильно выкладываю в плане роликов, потому что, ну, типа, чуваку-левому будет проще увидеть огурчика Рика и поставить лайк, чем увидеть какую-то непонятную штуку с большим количеством глаз, симметричную, и такой, типа, оу, хуиз дэд, и как-то так. Так, вот этот вопрос я часто вижу в ТикТоке. У тебя было такое, что порть картину, и как ты это исправляешь? Ребят, я рисую исключительно акрилом. А акрил это такая вещь, которая перекрывает друг друга. Я могу белый цвет перекрыть черным, я могу черный цвет перекрыть белым. Все ошибки акрилом можно исправить, не портя остальную работу. Все это делается буквально в пару мазков. Акрил это такая прекрасная краска, которая без разницы. Ты дэд, да, ты вышел там за контур, или ты сделал что-то криво, но ты это всегда можешь закрасить тем цветом, на который ты зашел, и этого не будет заметно. Об этом никто не узнает, кроме тебя. Ошибки бывают часто. Да, да, я не думаю, что, типа, очень большое количество людей, рисующим акрилом, никогда не допускает ошибки. Нет, ошибки есть у всех, ошибки есть везде. Все это исправляется очень просто, и работу выкидывать не надо. Все нормально, акрил очень клевый материал, в отличие от той же, наверное, акварели. Вот если у тебя акварелию косяк, ты его уже вряд ли перекроешь. Я даже не знаю, чем ее перекрывать. Я пытался когда-то делать акварельные фоны, там, для некоторых граффити работ, и это получалось, ну, так себе, потому что я вообще не умею с этим материалом работать. А акрил это просто плотная, красивая красочка, которая еще и сохнет достаточно быстро, да еще и, в принципе, не отмывается, не оттирается, поэтому холсты от нее только долговечнее становятся. Как-то так. Такс, ну и последний пара вопросиков. Бывали ли творческие кризисы? Ну, в моем понимании, творческий кризис это все-таки арт-блог. Они случаются периодически, не так часто, за что им спасибо, но все-таки случаются. Бороться с ними, я снимал про это ролик, в принципе, я просто пытаюсь выйти из зоны комфорта и рисовать то, что я никогда в обычный, там, момент в жизни просто не нарисовал бы. И мне это помогает. Также просто отвлекаюсь на ютубчик, там, на сериальчике, на кинчике, может, еще на что-то. Ну, а свои комиксы вселенной мне как-то это не очень интересно. Раньше у меня была такая идея, даже не идея, а желание, но как-то это прошло, и, в принципе, меня оно больше не коробит. Тыкс, ну че, наш рик уже подходит к концу. Вот сейчас я его заливаю лаком. Черные холсты, это прикольно, ребят. Это, это клево. Плюс сам по себе холст тут с мелким зерном, что я не люблю. Но маркера на него ложатся все равно классно, сочно и прикольно. Вот такая вот игральная карта с риком получилась. С 30 на 40 черный мне нравится дико, заказчица тоже нравится дико. Всем спасибо, ребят, за просмотр этого ролика. Ставьте лайк, пишите коммент, тыкайте колокольчик, подписывайтесь на канал. И следующий ролик уже будет полностью Q&A видео с лицом. Я буду сидеть и разговаривать с вами. Вопросы я уже отобрал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok